лук репчатый вот сегодня уже третье июля а вот этот лук не этого года того 2015 где-то он в июле в конце был выкопанный вот он вот уже как говорится хранится вот он и таком состоянии пящий сухое все про способа много я не буду перечислять промышленное хранение как там тоже расписано промышленные камеры там я буду как вот в народе и хранять то лук отец у меня на чердаке своего частного дома но уже к весне он начинает расти и он и большинство его или сажать старается что есть что сажать уже на перо высадку там на семена прочее прочее и уже как говорится это а я храню по-другому я когда убираю лук где-то в конце июля вначале может августа я его сушу где-то может недели две-три на балконе ну я живу в квартире на этаж пусть это когда лук хорошо высохнет кстати сдача его сразу провожу там же обрезаю лишнюю ботву и привожу и сразу на балконе сужу у меня и балкон солнечный застекленные в принципе сохнет недели две может даже больше если возможность есть пусть я и вот такие вот ящики бумажные складываю его и кладу точнее ставлю под кровать у себя почему в меня место просто под вас с полкой под кроватью есть может докладу его можно но главное здесь вот балкон у меня здесь и принципе я выхожу когда вот и сейчас он пока кровать и рядом сижу на ней и принципе этот лук и и проветривается бывает смысле когда балкон открываешь от особенно это ну а зимой не открывать на потом все запечатано принципе вот в теплом помещении он хранится вот так и принципе это мой опыт я тоже пытался по разным тоже хранит там гаража подвалах то не подвале наверху там гаражах это потом выбрасывают прямо вот покупать сетками также сетками выбрасывать весной уже в июне мае он уже там с длинными такими поросшими этими выпустил пироль желтые или зеленые ну смотри света не хватает весе изможенный загнивший все так ну просто выбрасывается теми же сетками которые покупать там немного кушается потом себя просто выбрасывает потому что неправильно хранит а вот так хранить я просто хочу своего жизненного опыта как говорится так я считаю вот я на собственном опыте убедился что чиному были убедился это не то что вот там два это уже я дача у меня 15 лет но в лет 10 я точно так его хранил и принципе вот этот и практически а есть отход там кто-то за что какой-то засох вот он сейчас том году был мелкий он тем более должен быть высохнуть весь уже к этому времени а он нет тем меньше рух тем больше высыхает тем более при теплом хранению таком а он не высыхает потому что потому что вот такое хранение ну какой то конечно есть там и загнивает бывает это поэтому под кровать залез перебрал там если что услышал там это на стол сразу там или какие-то эти вот а так хранится идеально просто идеально поэтому советую хранить лук чтоб не выбрасывать его на помойку потом это все таки продукты продукт хороший нужен все всем советую я вот ну кто хочет попробовать сами испытать на собственном опыте но я говорю проверено это все это не подвала не на чердаках храните дома у кого нет возможности хавать но специально там как промышленное хранение там специальной температуры прочее прочее влажность задается ясно что а в домашних условиях кто это старайтесь вот так хранить как я делаю комнате квартире теплых условиях только его же говорю не нужно не на балку когда он просох его нужно в ящички и теплом месте чтоб он и дышал и проветривайся где-то вот я вот рядом балкон чтобы это ну зимой то ясно не про и поэтому говорю вот хранение отличная лука и он хранится ну безотходная практически съедается весь ясно какой-то там отход идет там кто высох тот не но большинство и живали вот у меня от урожая до урожая следующие вот я буду где-то в конце июля опять копать этот чеснок уже нового урожая и точно так буду хранить и вот до этого урожая даже тот соберу а этот еще буду доедать меня вот еще ящичек этот есть вот ящичек ну там и ящичек половинку не на скользили ну хватит его в этом году глуп покрупнее будет видно сезон раз на раз не приходится чем том году этот вот у меня так хранится советую всем пользоваться таким способом хранения репчатого лука кровати этот лук храню и хочу добавить вот он вытаскиваю ящичек вот у меня здесь хочу добавить еще тому сказано что я сказал смысле что лук он же еще раньше 16 на кара и не украине старики студия вязанки дели зале вязали в избах там его чтобы он и он выделяет специальные фитоциды как говорят я не знаю медики и убивают от эти всеми кого вирусные там и поздно и прочее прочее в квартире он антисептик можно сказать свой жизненный поэтому вот он еще эту пользу квартире не нужно там он фактически или лежит покрывали или виду раньше висел сейчас лежит но он тоже свои функции сказывается убивают микробы в квартире все вредоносные лук так что этого польза для семьи